Сегодня делегация нашего региона во главе с временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Дмитрием Миродовым с рабочей поездкой находится в Крыму. Цель визита – расширение сотрудничества с одним из самых перспективных субъектов России, в частности в сфере энергетики, туризма и сельского хозяйства. Подробнее о визите на Плоостров готов рассказать мой коллега Павел Волков, он уже присоединился ко мне в студии. Павел, добрый день, я знаю, у Плоострова есть проблемы с обеспеченностью электроэнергии. Как мы можем помочь в этом вопросе? Да, Александра, здравствуй. Действительно, всю прошлую неделю Крым бил рекорды по энергопотреблению. Из-за жары люди стали чаще включать кондиционеры, и чтобы не вывести энергосистемы из строя, властям Крыма и Краснодарского края даже пришлось отключать от электричества такие города, как Анапа, Геленджик и Новороссийск. Основную часть электричества на полуострове дают 4 ТЭЦ. Они вырабатывают всего 20% от общего объема энергопотребления Крыма. Некоторые станции построены еще в 30-е годы прошлого века. С тех пор серьезной реконструкции на них не проводилось. Среди них и Сакская ТЭЦ. Ее ввели в эксплуатацию 62 года назад. Мощность энергетического сторожила всего лишь 12 мегаватт. Капли в электрическом море, необходимом Крыму. Минэнерго рекомендовала Совету министров Республики Крым провести реконструкцию ТЭЦ и вывести ее к 1 ноября следующего года на показатели суммарной мощности в 120 мегаватт. Это планируют сделать с помощью газовых турбин. Производить их готовый на одном из ярославских предприятий. Стоимость производства и поставки будет составлять около 8 миллиардов 300 миллионов рублей. Первый миллиард на строительство четырех турбин наши производители уже потратили, но договора о поставке до сих пор нет. Только устные заверения. Этот вопрос и надеется решить в ходе рабочей поездки временно исполняющий обязанности губернаторе Ярославской области Дмитрий Миронов. А вообще, Александра, глава региона в Крыму пробудет два дня. Повестка обширная. В частности, сегодня, например, будут также обсуждать вопросы поставки ярославских продуктов в торговой сети Крыма. Павел, спасибо. Все визит областной делегации в республику узнаем в ближайшее время от наших коллег с телеканала Крым-24. Ждем прямое включение с места событий. Следите за нашими эфирами. Продолжение следует...